— Кто бы в начале сезона, и даже в межсезоне, особенно в начале сезона этого, подумал, что болельщики Спартака будут завидовать ЦСКА? — А ведь сейчас сложилась ситуация, когда завидуют. Завидуют и трансферные политики, завидуют и гончаренки. — Гончаренки, да. И действительно, надо еще сказать, что тут карты легли очень хорошо для ЦСКА, потому что после того, как они поиграли, очень хорошо сыграли с Мадридским Реалом, в общем, все прогнозировали. — И даже сам Гончаренко прямо говорил, что я таких побед очень боюсь, потому что после них голова уже не здесь, она уже где-то в других местах. — И так и получилось, да, после этого вылет из Кубка, не от кого-нибудь, от Тюмени, на секундочку, который играет где? — А, в ФНЛ они сейчас играют, но там они не очень хорошо играют на самом деле, они там скорее внизу или в середине таблицы, чем вверху. — Проигрыш локомотиву. И, конечно, вот эта пауза, которая была, она для ЦСКА была очень полезна. Они выдохнули и могут уже, в общем, наложить заново свою жизнь. — А, кстати, по поводу Тюмени. Ну, в общем, я просто опять же возвращаюсь к ЦСКА. На секундочку, да, завидующие Спартаковцы ЦСКА, но не все, конечно, завидуют, или не все признаются как минимум в этом. — Давайте просто отметим, что вообще-то Спартак от ЦСКА отстают на одну очко. При этом все восхищаются тем, как все выстроено в ЦСКА, и, значит, как плохо все в Спартаке увольняют тренера. — Ну да. — Одну очко — всего лишь разница. — Да, да. Нет, я абсолютно уверен, что это правило некоего пацанского хорошего тона, а вот у них сразу увольняют. Ну, я уже говорил об этом. Давайте уволим. Очень обидно.